Кайдзу Биология Всем привет! Сегодня мы поговорим о таком важном и перспективном разделе биологии, как кайдзу-биология. Начнем с того, что гигантские размеры возникали в разные геологические периоды, в совершенно неродственных группах. Например, существовали гигантские рыбы, гигантские млекопитающие, например, как самый известный сегодня, это синий кит, конечно, про которого все знают. Его размер, его длина где-то примерно метров 30-32. Но особенно много гигантских форм встречается среди рептилий, причем среди рептилий самых разных. Особенно много гигантов было в мезозойском периоде, в мезозойскую эру. Например, причем они занимали самые разные экологические ниши. Были как водоплавающие, которые освоили водную стихию. Это, например, хтиозавры. Это не динозавры, они достигали в длину где-то метров 20-22. Также были птиозавры гигантские. Их размах крыльев достигал 10 метров. Это одно из самых огромных живых существ, которое поднималось когда-либо в воздух. Ну, чтобы вы себе представляли, он был, если представить себе жирафа, он был где-то ростом жирафа, но при этом поднимался в воздух. И, конечно же, гигантских форм много среди динозавров наших с вами любимых. Самый крупный хищный двуногий динозавр, это вопреки заблуждениям, это не тираннозавр рекс, это спинозавр. Он был повыше, у него были такие более высокие задние лапы, он был длиннее, у него была морда такая огромная, как у крокодила, и на спине такой прекрасный гребень. Он достигал где-то метров 15 в длину. Ну и, конечно же, были гигантские растительноядные динозавры. Самый из них огромный — это аргентинозавр. Он мог достигать длину где-то метров 35. Причем это очень интересная адаптация, потому что вот эти гигантские растительноядные формы, они выходили из гонки вооружений, и они были не по зубам, конечно же, вот этим всем хищникам, потому что они были больше их в два раза. И мы видим такую вот четкую линию вот этих вот… Конечно же, динозавры не встречались с людьми, но мы видим то, что в мифологии, в искусстве, там, я не знаю, в Геральдике постоянно прослеживается вот этот вот прям красной нитью вот этот рептилийный мотив гигантских злых рептилий, причем даже злых людей там именуют драконами, дракон жестокий. Особенно много их было вот в страдающем средневековье. Есть масса гравюр. Вы можете, любой желающий может найти в интернете. Это все фотографии с сайта Британского национального музея. Причем они встречаются, вот эти вот драконы, они встречаются в мифологии совершенно разных народов, и очень часто они приходят именно из воды. И особенно много вот этих вот огромных драконов, часто огнедышащих каких-то в азиатской мифологии, особенно в японской. Здесь мы тоже видим след вот этого гигантского злобного ящера, который пышет огнем и нападает из моря. И вообще палеонтологам периодически попадаются огромные костные какие-то остатки, которые принадлежат неясной систематической группе животных, и они настолько разрознены, что их сложно отнести к каким-то из известных динозавров. Они начинают попадаться где-то с трясового периода. То есть мы видим, вот этот гигантизм, это частое явление, и поэтому его важно и нужно изучать. Именно этим занимается кайдзу-биология. Как наука, она еще совсем молода. Она возникла в 54-м году в Японии, и сначала она была на Адшибе, ею занимались там всего парочка каких-то замшелых профессоров, но сейчас это перспективное направление, туда идет молодежь, там причем задействованы не только биологи, но также физики, различные инженеры, робототехники, чтобы изучать вот эту всю конфигурацию. И самый важный, конечно же, объект изучения кайдзу-биологов — это Годзилла. С чего все началось? Началось все с бомбардировки, с этого трагического события Хиросимы Нагасаки в 45-м году, но помимо вот этих всех проблем, с которыми столкнулось человечество, возникла еще одна проблема, совершенно нежданная, которая таилась на дне Тихого океана. А Тихий океан, как мы знаем, это самый огромный океан на нашей планете, самый глубокий, и, конечно же, он меньше всего исследован. Именно там находится Марианская впадина. И вот здесь, можно, пожалуйста, первое видео? Это документальные съемки первого нападения Годзиллы. Ужасное событие, конечно, огромные человеческие жертвы, огромные финансовые потери, полная неготовность военных вот к этому всему. В общем, полный разгром. Годзилле почти сразу же дали имя, начали ее изучать. Это она образуется от слияния двух японских слов, которые означают самые гигантские, самых гигантских животных, которых знали японцы. Первое, что пришло в голову, это Гориро-Горилла и Кориро-Кит. То есть это, переводя на русский, дословно Горилла-Кит. По всем законам физики и анатомии, такого существа не должно вообще существовать. Оно бы погибло под весом собственного тела. Но мы видим, что это совсем не так. Она наносит огромный ущерб, поэтому это очень важно изучать. Ее рост, рост этого животного примерно метров 100, вес примерно 30-40 тысяч тонн. Годзилла — это бипедальное животное, как мы с вами, то есть она передвигается на двух ногах, но в отличие от хищных двуногих динозавров, у которых хвост служил противовесом и обычно не волочился по земле. У Годзиллы этот хвост служит как дополнительная опора, то есть мы получаем такую вот очень прочную, устойчивую конструкцию, которую практически невозможно сшибить. Еще одна интересная адаптация Годзиллы — это анабиоз. Годзилла периодически впадает в анабиоз, показ какой-то цикличностью мы не знаем, и, видимо, она периодически просыпается, и мы встречаем на гравюрах, в мифах вот эти мотивы Годзиллы. И более того, рептилии вообще — это сухопутное животное, в отличие от нас с вами. Мы с вами очень зависим от воды. Но существуют вторично водные рептилии, такие как морские крокодилы, морские черепахи, ихтиозавры, про которых я говорила, и в том числе Годзилла. Так что, причем она перешла настолько к водному образу жизни, что ей даже не нужно всплывать на поверхность, чтобы дышать. Поэтому мы можем предположить, так как никаких жабер, конечно же, у нее нету, мы можем предположить, что помимо легочного дыхания она освоила тем или иным образом жидкостное дыхание. Но самая важная такая адаптация, самая ударная — это, конечно же, атомный луч, который есть у Годзиллы, тоже разрушительнейшей силы. Годзилла при такой огромной массе ей была бы нужна огромная биомасса, чтобы прокормиться. Не в каждой, на глубине или даже когда она просыпается, это практически невозможно прокормить такого огромного монстра. Поэтому эволюция здесь пошла очень интересным путем. У нее возникла радиоактивная железа. В этой радиоактивной железе синтезируется энергия, а излишки энергии выводятся через вот эти гребни на спине. И более того, она научилась управлять этим лучом и использовать его в своих целях. Скорее всего, предки Годзиллы, когда у них возникла эта радиоактивная железа, понятно, что когда ты носишь внутри себя ядерную энергию в таком количестве, понятно, что это ускорило мутагенез. И вот этот ускоренный мутагенез привел к такой вот необычной форме жизни. И таким образом Годзилла — это единственное животное после нас с вами, которое освоило ядерную энергию и использует ее в собственных целях очень удачно. Годзилла — практически непобедимое животное, потому что вот сколько она просыпалась, сколько она нападала на бедное Токио, ни разу не удалось принести хотя бы хоть каких-то маломальских существенных ранений. Потому что, во-первых, ее кожа покрыта плотными такими пластинами, остеодермами — это не редкость у рептилий. Например, вот здесь остеодермы крокодилы, такие костенения, ну, представьте себе, огромная броня. И ее мышцы образуют такой прочный мышечный каркас, который тоже очень сложно пробить. Но даже если человечеству удается хотя бы небольшой ущерб нанести и пробиться через вот эту вот броню, мы наблюдаем, что у Годзилла удивительная способность к регенерации. Потому что после каждого какого-то полученного увечья она отправляется на дно Тихого океана, впадает в Анабиоз и через какое-то время снова нападает на Токио. Причем пытаются изучить вот эту способность регенерации, чтобы использовать в медицине каким-то образом, потому что нам бы это очень помогло. Но сложно, сложно пытаются секвенировать геном, но практически невозможно собрать, когда вот такие военные действия, собрать материал. Но предположительно нашли ген, назвали его G1, как у Росомахи практически, который отвечает за регенерацию. Будем следить за этими исследованиями. Внутренние органы у Годзиллы тоже очень интересные, и они работают не по таким принципам, как у всех известных животных. Потому что, чтобы прокачать, например, кровь на такую огромную высоту, на 100 метров, одно сердце, понятно, что не справится. И поэтому у Годзиллы, скорее всего, система из нескольких сердец, которые прокачивают кровь через все ее тело. Ее сосуды тоже очень прочные, эластичные, обеспечивают нормальное кровяное давление при таком росте. То же самое касается у нее прочной кости с хрящами, очень прочной, легкой она. Большие споры ведутся по поводу нервной системы. Потому что, по идее, по всем законам, Годзилла при ее таком размере огромном, ее мозг оказывается непропорционально мал. И она не могла бы не то, чтобы думать о чем-то, но она не могла бы координировать свое тело. Но, как мы видим, ей это прекрасно удается. Более того, мы видим сложные какие-то элементы поведения. А это свидетельствует о том, что у Годзиллы сложно устроенный мозг. Это какие-то эмоции и какой-то разум, который совершенно чушь человечеству. Это победный танец. Годзилла радуется. Одно из самых ужасных таких свойств Годзиллы — это ее тяга к разрушению. Потому что, как только Годзилла выходит из анабиоза, она начинает крушить все, что видит, начинает на всех нападать, сшибать вертолеты. В общем, очень неуравновешенно в это время. Возможно, это как раз то, что она выводит свою накопившуюся энергию за время анабиоза. И эта тяга к разрушению, скорее всего, возникла у Годзиллы давно, у Годзиллы и у ее предков. И, возможно, Годзилла и ее предки послужили той самой последней соломинкой, которая переломила спину верблюда, когда при массовых каких-то вымираниях. Ну, как минимум, при вымирании динозавров точно. Потому что, когда перестраивается экосистема, когда меняется климат, и когда на планете просыпается такая разрушительная сила, в общем, можно сильно пострадать. И поэтому нам с вами стоит задуматься, не послужит ли она причиной вымирания людей вместе с танками. Ведется проект по защите человечества от Годзиллы. Он ведется с 1974 года. Назвали его Меха Годзилла. Значит, ученые изучают анатомию Годзиллы, чтобы построить робота, который смог бы дать отпор. Но этот проект сейчас заморожен, потому что ООН протестует. Ведь эту Меха Годзиллу можно использовать не только как защиту, но и как оружие. Поэтому вот ждем, пока приостановлен. Ну, понятно, что при такой разрушительной силе Годзилла не смогла не оставить след вообще во всей культуре современного человечества. И мы с вами видим массу различных фильмов, комиксов, куча видео на Ютубе. В честь Годзиллы называют динозавров. Потом даже в 2015 году Годзилле дали гражданство Японии. И, в общем, у них она повсюду там возведена в культ, потому что японцы как-то пытаются ужиться с Годзиллой, потому что, ну а что делать? Годзилла у японцев символизируют, они довольно смиренно к этому относятся, более философски, чем мы бы с вами, наверное, отнеслись, потому что это символ силы природы, с которой нужно как-то уживаться и нужно уважать. Поэтому изучение кайдзубиологии очень важно вообще для человечества в целом, потому что в перспективах, ну, во-первых, это такое практическое, это вот изучение вот этой радиоактивной железы, которая может подарить нам использование мирного атома с минимальным количеством отходов, более совершенную ядерную энергетику. Ну и самое важное, это, конечно же, перспективы спасения мира. Но опасности здесь тоже таятся, потому что, опять-таки, оружие массового поражения, ведь можно использовать как во вред, так и во благо. И гибель человечества. Поэтому с Годзиллой стоит как-то уживаться, стоит искать к ней подходы и всячески уважать, как это делают японцы и более философски к ней относиться. Ну а кайдзубиология изучает и других гигантских монстров, поэтому я призываю вас этим интересоваться. И спасибо за внимание. Яна, спасибо вам большое. Спасибо за доклад. Мы не прощаемся, потому что есть еще вопросы. Хочу отметить, что пока Яна говорила про ядерный луч, к нам в трансляцию подключился Кремль и Росатом корпорация. Соответственно, ну вот видите, много уже подписчиков, много будет людей, которые ознакомятся с данной теорией. А я еще раз напомню, что сегодня мы… Это все факты, да, факты налицо, есть подтверждения документальные. Поэтому, пожалуйста, вопросы из зала, если они у вас еще остались. Так, я вижу вопросы, или это просто… Давайте, откуда начнем, скажите, уважаемые волонтеры. Вот, например, молодой человек… Человек? Человек. Добрый день. Здравствуйте. Вопрос смежный с докладом несколько ранее. Все мы знаем, что жуки анатомически не могут летать. Они слишком тяжелые, маленькие крылья. И вот теория антигравитации. Про других подобных, изучаемых к айдиобиологии, в частности, Мотра очень интересует. Потому что при ее огромных размерах, вот что современная наука думает про этот экземпляр? Спасибо. Спасибо за вопрос. С Мотра все сложно, потому что, как мы знаем, она инопланетянин. Она эволюционировала совершенно в других условиях, и поэтому сложно. Она мало изучена. Это нужно следить за этим. Ждем. Да, спасибо большое. Если можно, представляйтесь, пожалуйста, чтобы мы к вам обращались. Давайте следующий сектор возьмем. Здравствуйте. Откуда вопрос? Вот здесь. Ага, вот вижу. Сверху. Меня зовут Юлия. Большое спасибо за прекрасный доклад. Спасибо. И вот у меня вопрос. Если годзилла – это единственный представитель собственного вида годзилл, что же… Как же относятся экологи к проблеме ее уничтожения и вообще к проблему меха годзиллы и уничтожения, собственно, годзиллы? Ну, конечно же, экологи про… Ну, Greenpeace протестует, потому что такой уникальный организм… Они там даже устраивают акции протеста, когда вот годзилла просыпается, они пытаются стоять с плакатами перед танками, но это не помогает пока. Годзиллу все равно пытаются уничтожить. А вы с какой целью интересовались? Ну, я, естественно, представитель Greenpeace. Вот, да, я так и думал. Ну, еще и Greenpeace к нам присоединился. Это очень хорошо. Ну, ее действительно важно сохранить, потому что пока что это единственное в своем роде известное животное. Если мы его уничтожим, мы потеряем биоразнообразие. Как куда же? Нужно сохранять годзиллу. Да, Ян, не стоит оправдываться. Мне кажется… Спасите годзиллу. Да. Давайте вопрос еще. Да, Портер, пожалуйста. Здравствуйте. Роман, вопрос вот какой. Смотрите, а вы уверяете, что Годзилла спала себя, никого не трогала, злые американцы пришли, бомбу сбросили, Годзиллу пробудили. Но не стоит ли нам сказать спасибо нашим товарищам американцам, что они не сбросили бомбу на Германию? Иначе бы они пробудили не Годзиллу во глубинах океана, а Ктулху. И мы бы тогда тут не по поводу Токио горевали, понимаете? А всем залам дружно бы скандировали «Ктулху рельеф в Ахтагенгтанг». Ну, я не знаю, насколько их можно благодарить. Японцы вряд ли их благодарят. Поэтому это не очень этично. Вообще у американцев есть день благодарения для этого. Чего их лишний раз благодарить. Ну что, балкон подключится к нам или у вас нет вопросов? Вам сверху все видней. Ага, ну давайте тогда еще один вопрос, да, последний, пожалуйста. Можно вопрос? Можно? Кто это, откуда? Откуда звук? Вот отсюда, с балкона. Здравствуйте, Елена. Очень интересная лекция. Вот такой вопрос к вам. Вы, как специалист, не можете не понимать, что рано или поздно выпустят Кракена. Вот в связи с этим нам в этом матче на кого ставить? На Кайдзю пятого уровня или на Кракена? Кому бы вы отдали предпочтение? Не знаю, я бы отдала предпочтение Годзиле, потому что я люблю ее просто. Но это просто чистые эмоции, не знаю. Так, еще последний вопрос. Вот, пожалуйста, снизу с портера, да, если можно. И все, и мы закончим с Яной. Пожалуйста, любой кто-то, представляйтесь, вот, например, там в проходе. Давайте, давайте. Представьтесь, пожалуйста, откуда звук был этот? Меня зовут Алиса. Я хотела спросить, а если Годзилла защищает, к примеру, своих детей, или ее гнев обоснован, к примеру, что, видите, обычно хищники, даже все, ведут себя зло, когда их тревожит, что-то делают им не то. Конечно, ее гнев обоснован, потому что ее разбудили. Даже когда человека будят, он разгневан. А когда у тебя внутри куча ядерной энергии, то ты просто взорвешься. А можно узнать, сколько лет тому человеку, кто задавал вопрос? Десять. Очень взрослый вопрос. Спасибо за вопросы. Да, человек разбирается в десять лет. Поступайте в не ту миссис, уважаемая. Да, у нас тут много таких. Ну, в смысле умных. Да, друзья, ну что, Яна, спасибо большое вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.